О трудовых буднях сотрудников Росгвардии расскажет мой коллега Юрий Осипов. Несмотря на свой праздник, сотрудники группы задержания несут свою службу. Ежедневно на маршруты заступают по 9 экипажей. Каждый из них патрулирует отрезки от 12 до 15 километров. Всякие были моменты тяжкие, допустим, в результате убийства были угоны, грабежи, кражи, попытки изнасилования. С начала этого года сотрудниками вневедомственной охраны за совершение административных правонарушений задержано 770 человек. В отношении 509 составлены административные протоколы. И очередное дежурство началось с вызова в один из игровых залов Якутска. Наш экипаж приехал в качестве поддержки. Как оказалось, посетитель стал вести себя неадекватно. К счастью, его удалось вывести своими силами. Следующий вызов поступил из кафе. На месте нас встретили удивленные сотрудницы. Они и сообщили, что кнопку никто не нажимал. Сигнализация сработала автоматически из-за скачка электроэнергии. В общем, бывает скачок электроэнергии, допустим, да. Ну и ремонтируют что-нибудь там. Или телефонная связь, допустим, оборвалась. Ну вот, рабочий телефон. И автоматически тревожная кнопка срабатывает. Но все же чаще вызовы реальны. Так и случилось с вызовом в одной из увеселительных заведений столицы. Две компании, гулявшие там, не поладили между собой. В результате произошла драка. В ее ходе в зале была разбита посуда и повреждено оборудование. Начали драться. Потом еще и все друзья начали драться. Все вот разбили. Вот там сломали. Счет не обратили и уехали. Конфликт был остановлен сотрудниками правопорядка. Нарушителей удалось урезонить. После этого администраторам заведения было написано заявление. После чего данных граждан задержали. И доставили во второй отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Дозит, наверное, административный штраф, скорее всего. Но если материальный ущерб большой, может и уголовная ответственность. Следующий вызов поступил из клуба. По словам свидетелей, снова драка. На этот раз на улице прямо перед клубом. Еще пацаны молодые, пьяные. Вышли. Пошли пьяные качаясь. Задели зеркало на машине стоявшей. Оттуда вышли пацаны. Сказали, ну и пошла вот эта вот жара. И вот тут началось замес. Они все молодые. Вот здесь вот началось. И все, и пошло. Сначала попинались, попинались. Они оба упали, вот так сгруппировались. Все, вроде как все нормально. Потом подъезжает машина, оттуда выходит с гриппи и начинает одного херчить просто по полной программе. В момент у приезда сотрудников правопорядка нарушители уже уехали. На их машину тут же была разослана ориентировка. Сотрудники группы задержания продолжают нести свою службу. Впереди весна. На улицах станет еще больше людей, а значит и работы у сотрудников правопорядка прибавится. Юрий Осипов, Павел Танин, НВК Саха, Якутск.